Эта идея поделилась с Мартином Миносяном, она его затронула и начали вдвоем притворять ее в жизнь. Мне было важно рассказать историю про человека, который вылупляется не только из своих ролей в силу того, что он артист, но и из социальных ролей, как человек раздевается до человека. Да, в этой истории, как он вылупляется и становится человеком, пусть даже в какую-то последнюю секунду своей жизни, чтобы он успел сказать «я есть, я состоялся, я что-то сделал». «А что ты сделал, это значит, подумал о другом и отдал себя другому человеку». Во мне, в первую очередь, был человек, а потом актер, который должен был воплотить эту идею и сыграть ее. Вопросы были поставлены, неординарные, и надо было находить интересные проявления всего этого. Ну, одно дело, снять фильм, потом смонтировать, третье, суметь найти драматургию, зонтолуру, и очень важно тут, какая музыка может все это собрать воедино, что удалось Давиду Галаджану, прекрасному композитору. Фильм для всех, для каждого человека, который пытается найти себя в этой жизни. Наш герой – актер, который задержался в детстве, баловень судьбы, которого воспитала тетушка. Он потерял своих родителей в раннем возрасте, превратился в выдающегося актера, но как человек себя потерял. В течение фильма он обретает себя и становится тем, кем ему, вероятно, от рождения было создано стать. Звонок, свисток из Армении с очень странным предложением. Мне позвонили, я прочитал сценарий, был удивлен, думал, это шутка, и решил уточнить, серьезно ли намерение тех, кто хочет сделать этот фильм. И по дороге придумал, а как бы я, что бы я придумал, чтобы в этой истории все-таки принять участие. Я попал на фестиваль благодаря тому, что однажды в Армении я снял дебютную картину, смонтировал дебютную картину. Дальше эта картина вышла, вот, и первый премьерный показ здесь на фестивале «Том и ночи». Мои армянские коллеги пригласили меня в этом поучаствовать. Мистическо-реалистичная траги-комедия. Вот все вместе, четыре таких определения, может быть, немножко даже не очень сочетающиеся друг с другом, но в фильме есть все, что звучит в его жанре. Удивительно, но молодежь смысл, идею фильма воспринимает быстрее и более острее намного, чем люди более взрослого поколения. Наверное, из-за того, что кино изменилось за это время, кино стало более острым, кино стало другим для восприятия человека. Я припоминаю, во время премьеры в Армении приехали наши друзья из другой страны, и вот дети, которым самому младшему было 6 или 7 лет, и старшему 18, были очень растроганы фильмом, ну, это уже я начинаю рассказывать, вплоть до слез. Это меня очень трогало. Я считаю, что вот это я сказал честно тогда и сейчас могу сказать, вот пока что по сегодняшний день для меня наибысшая оценка фильма – это слезы вот этих младших. Благородные слезы. Не слезы с жалостью, а слезы благородного. Благородство.